Я уверена в том, что вы самые лучшие, вы самые умные, вы самые красивые, вы самые талантливые. И ваше дело всегда будет в этой жизни самое важное и самое значимое. Слова адресованы всем участникам муниципального этапа конкурса «Учитель года». Один за другим педагоги выходят на импровизированную сцену, ведь подводятся итоги этого этапа. Всего в нем продемонстрировали свое мастерство 15 учителей, в том числе и сельских школ. Сейчас озвучиваются имена победителей, лауреатов и призеров конкурса. Каждый учитель должен попробовать свои силы, чтобы показать значимость профессии учителя, что учитель – это действительно творец детских душ. Татьяна Толстова преподает историю и общество знания в первом лицее уже 10 лет. При поддержке своих коллег стала участницей испытания. Позади, как и у всех конкурсантов, открытые занятия с детьми на базе первой гимназии и мастер-класс, в котором она успешно продемонстрировала свой профессионализм. Мастер-класс – тоже такое интересное испытание, потому что здесь учитель раскрывает себя уже немножко с другой стороны, как он умеет работать со взрослыми, как он работает со своими коллегами, с учителями, как он может построить методическую работу не только с детьми, но и сам взрослым. Татьяна Толстова признана победителем муниципального этапа конкурса. Второе место присуждено учителю русского языка и литературы 4-й школы Наталье Рыкаловой. Вместе с ними награду получают победители различных номинаций, среди них начинающие педагоги. Так, Камила Легасова работает в школе 4 месяца, и именно она одержала победу в номинации «Педагогический дебют». Теперь учителям предстоит защищать честь района уже на зональном этапе конкурса. Ну, надо же пробовать себя. Есть возможность, есть прекрасная поддержка со стороны школы, со стороны коллег, администрации. Почему бы и нет? Каосы, да, каосы, да, солнечный шмейт, где! Каосы, да, каосы, да, солнечный шмейт, где! Продолжение следует...